Беседа 5. На слова пророка Исаия, в год смерти царя Озии видел я Господа, и доказательство того, что справедливо наказан был проказы Озии, недостойно кодивший, что позволительно не царям, а священникам. Сегодня мы окончим беседы об Озии и завершим речь. Чтобы и нам не подвергнуться о смеянии подобно тому человеку, упоминаемому в Евангелии, который решился построить башню и не мог, чтобы кто-нибудь из проходящих и об нас не сказал «От человек, начал строить и не мог совершить». Но чтобы сказанное было для вас более ясным, нужно повторить немного из прежде сказанного, дабы наша беседа не вышла на духовное зрелище без головы, но дабы, приняв свой вид, была узнана зрителями. Это будет для слышавших уже напоминанием, а для неслышавших – наставлением. Итак, прежде мы говорили о том, как благочестив был Озия, как он сделался дурным, а от чего и до какой степени он спал в гордость. А сегодня нужно сказать, как он вошел во святилище, как решил сокодить фимиамам, как священник не дозволял, как тот не послушался, как навлек на себя гнев Божий, как окончил жизнь в проказе. И почему пророк, оставив дни жизни, упомянула смерти, сказав «Год смерти царя Озии». Для того мы и рассказали все события сначала. Слушайте же со вниманием. «Год смерти царя Озии». Вот так говорит Писание. «Когда укрепился царь Озия, то вознесло сердце его на пагубу. И он сделался противником Господа Бога своего. Каким образом? Обидел». Пошел, говорит, в храм Господень покодить над алтарем семявом. О, дерзь! О, бесстыдство! Осмелился вступить в самое сокровенное святилище, в Торксово Святое Святых, которое было местом недоступным ни для кого, кроме первосвященника. Решился осквернить его. Такова душа, зараженная гордостью. Однажды, оставив попечение о своем спасении, он никогда не перестает безумствовать. Но, передав бразды своего спасения безумным пожеланиям, носится везде. Как необузданный конь, сбросив узду со своих уст и свергнув всадника со своего хребта, несется быстрее всякого ветра и бывает неприступным до встречающихся, когда все разбегаются, и никто не осмеливается удержать его. Так и душа, отвергнув обуздывающий ее страх Божий и отбросив управляющий ею разум, бегает по странам нечестия до тех пор, пока, стремясь в бездну погибели, свергнет в пропасть собственное спасение. Потому нужно постоянно удерживать ее и, как бы некоторой уздою, благочестивыми помыслами обуздывать безумные ее стремления. Этого Озия не сделал, но решился на преступление против власти самой высшей из всех. Потому что священство важнее самой царской власти и есть высшая власть. Не говори мне об огранице, о диадеме и золотых одеждах. Все это тень и маловажнее весенних цветов. Ибо всякая слава человеческая, говорит порог, как цвет на траве, хотя бы ты указал на самую славу царскую. Не говори же мне об этом. Но если хочешь видеть различия между священником и царем, исследуй меру власти, данной каждому из них, и увидишь, что священник сидит гораздо выше царя. Хотя царский престол кажется нам важным по прикрепленным к нему камням и облекающему его золоту, но царь получил власть распоряжаться делами земными, и больше этой власти не имеет ничего. А престол священства утвержден на небесах, и священнику верен устроять тамошние дела. Кто говорит это? Сам царь небес. Все, что свяжете на земле, говорит он, будет связано на небесах. И что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Что может сравниться с такой честью? Небо получает начало суда с земли. Судья сидит на земле, и владыка следует за рабом. И что последний присуждает внизу, то он утверждает горе. Священник стоит посредником между Богом и родом человеческим, не заводя на нас оттуда благодеяния и вознося туда наши прошения, примиряя со всей природой разгневанного Бога, и нас, разгневавших Его, избавляя от рук Его. Посему Бог преклоняет и самую царскую главу под руки священника, научая нас, что последний по власти больше первого. Меньшее благословляется от лучшего. Впрочем, о священстве и о том, как велико это достоинство, мы скажем в другое время. А теперь посмотрим, как велико было беззаконие Озии царя, или лучше, тирана. Он вошел в храм Господень. За ним вошел и священник Азария. Напрасно ли я говорил, что священник больше царя? Намереваясь изгнать его, не как царя, но как беглеца и неблагодарного слугу, священник вошел с решительностью, подобно тому, как благородный пес нападает на нечистого зверя, чтобы выгнать его из дома Господина. 418. Видишь ли души священника, исполненные великого дерзновения и высоких мыслей? Он не посмотрел на величие власти, не подумал, как опасно останавливать душу, одержимую страстью. Не внял словам Соломона, что царский гнев подобен рыканию льва. Притча 19.12. Надзирая на истинного царя небес, представляя то судилище и те воздаяния, и оградив себя этими мыслями, таким образом обратился к тирану. Он знал, верно знал, что угроза царя подобна гневу льва для тех, которых взоры устремлены к земле, а для человека, который имеет в виду небо и готов выше положить душу свою внутри святилища, нежели спокойно взирать на оскорбление священных законов. Он маловажнее всякого пса. Подлинно нет ничего бессильнее, приступающего божественные законы, равно как нет ничего сильнее, защищающего божественные законы. Ибо всякий творящий грех, делающий, есть раб греха, хотя бы он имел на голове бесчисленное множество венцов, а творящий правду царственнее самого царя, хотя бы он был последним из всех. Так, размышляя в самом себе, этот благородный муж приступил к царю. Войдем же и мы вместе с ним, если угодно, чтобы слышать, что он говорит царю. Это возможно. И немало пользы видеть, как царь обличается священником. Что же говорит священник? Не твое озе дело кодить мямом Господу. Не назвал его царем, не назвал именем власти, потому что предварительно тот сам себя лишил власти. Видишь ли дерзновение священника? Теперь посмотри на кротость его. Нам нужно не только дерзновение, когда мы намереваемся обличать, но еще больше кротость, нежели дерзновение. Потому что грешники никого из людей так не отвращаются и не ненавидят, как того, кто намеревается обличать их. Они стараются найти предлог, уклониться, избежать обличения. Поэтому нужно удерживать их кротостью и снисходительностью. Обличитель не сносен для грешников не только тогда, когда они слышат его голос, но и тогда, когда только видят его. Тяжек-то нам говорят они. Нам неприятно и смотреть на него. Премудрость Соломона 2.15 Поэтому нужно оказывать ним великую кротость. Для того и пророческое слово представило нам как грешника, так и того, кто намеревается исправить его. Так мудрые врачи, намереваясь отсечь загнившие члены, или вынуть камни, образовавшиеся в проходах, или исправить другой какой-нибудь естественный недостаток, делают это, не отводя больного в угол, но полагая его среди площади, и составив зрелища из мимоходящих, таким образом производят отсечение. Они делают это не для того, чтобы выставлять на позор человеческие бедствия, но чтобы каждый имел великое попечение о собственном здоровье. Так поступает и Писание. Когда оно берет кого-нибудь из грешников, то громогласно выставляет его на вид, не среди площади, а среди всей земли, и составив зрелища из вселенной, таким образом прилагает врачевство, научая нас более заботиться о собственном спасении. Посмотрим же, как священник начал тогда исправлять царя. Он не сказал, о, нечестивый и пренечестивый, ты все неизвратил и привел в беспорядок, ты дошел до крайней степени нечестия, и не распространился в продолжительных обличениях, но как отсекающие стараются делать это быстро, чтобы скоростью сечения уменьшить чувство боли, так он к ратости обличения остановил гнев царя. Действительно, что отсечение для больных, то обличение для грешников. Кротость он показал нам, между прочим, и кратостью речи. А если хочешь видеть и сечение в словах его, и то, где он скрыл железо, послушай. Не твое, говорит он, дело к одичьимямам госту, но только священникам, сынам Аароновым, освященным. Этим он нанес удар. А как, я скажу. Почему он не сказал просто священникам, но упомянул при том и об Аароне? Аарон был первым первосвященником, и в его время была сделана такая же дерзость. Дафан, Корей и Аверон, вместе с некоторыми другими, восставшие против него, хотели сами священствовать. Но одних из них поглотила раступившаяся земля, других сожег не шедший с неба огонь. Итак, желая напомнить царю об этом событии, священник напомнил ему об Аароне, который был оскорблен тогда, чтобы обратить мысли его на несчастье оскорбивших. Впрочем, от этого не было никакого успеха. Не по вине священника, но по дерзости царя. Следовало бы похвалить священника и выразить благодарность за совет. А он, говорит Писание, разгневался и сделал рану своей боли и тяжкою. Не столь великое зло грех, как бесстыдство после греха. Но Давид поступил не так, а как. Будучи облечен Нафаном за Версаве, он сказал, согрешил я пред Господом. 420. Видишь ли сердце сокрушенное? Видишь ли душу смиренную? Видишь ли, как и самое падение святых славны? Как прекрасные тела и в болезни своей показывают нам много следов благообразия, так и души святых в самых падениях носят знаки своей добродетели. Притом Давид был обличаем пророком среди царского дворца в присутствии многих, а этот получил обличение внутри святилища без свидетелей, и однако не перенес обличение. Что же, остался без усырения? Нет. По человеколюбию Божию, но как о бесноватом, когда ученики не могли изгнать из него беса, Христос сказал, приведите его ко мне. Так и здесь. Когда священник не мог отогнать болезнь, худшую всякого беса, то есть грех, наконец сам Бог принимается за больного. И что он делает? Поражает его проказы на челе. И когда он разгневался на жреца, вышла проказа на чело его. И он вышел, подобно тому, как отводимый на смерть имеет на устах веревку, знак осуждения, так и он, имея знак бесчестия на челе. Но не палачи влекли его, а самая проказа вместо палачей толкала его в голову. Он вошел, чтобы присвоить священство, но потерял и царство. Он вошел, чтобы сделаться более почтенным, но сделался презреннейшим. Как нечистый он стал ниже всякого простолюдина. Таково зло не оставаться в пределах, назначенных нам Богом, как в отношении к чести, так и в отношении к знанию. Не видишь ли ты, как это море бывает непреодолимо во время бури, какими оно поднимается волнами? Но поднявшись за великой высотой и стремясь с великой яростью, когда оно достигнет предела, назначенного ему Богом, то, обратив волны в пену, принимает опять свой прежний вид. Между тем, что может быть слабее песка? Впрочем, не песок полагает ему препятствия, а страх перед тем, кто назначил ему пределы. Если же тебя не вразумляет этот пример, то пусть научит тебя события с озию, теперь изложенные нами. Но так как мы уже видели гнев Божий и достойное воздаяние, то теперь покажем и человеколюбие, и великое снисхождение его. Нужно говорить не только о гневе, но и о благости Божией, чтобы не привести и слушателей ни в отчаяние, ни в беспечность. Так и Павел поступает, употребляя его вещание и то, и другое. Итак, видишь ли благость и гнев Божий, говорит он, чтобы и страхом, и благими надеждами восстановить падшего. Видишь ли строгость Божию? Посмотри на благость его. Как же можем мы увидеть эту благость? Если узнаем, чего достоин был Озия. Чего же он был достоин? Как только он вошел в священный притвор с таким бесстыдцем, то стал достоин тысячи молний и крайнего наказания и мучения. Если прежде дерзнувший на то же сообщники Дафана, Корея и Аверона подверглись такому наказанию, то гораздо больше должен был подвергнуться такому же наказанию он, не вразумившийся их несчастью. Но Бог не сделал этого. А наперед, через священника, предложил ему увещание, исполненное великой снисходительности. И как Христос заповедовал делать людям, когда они согрешают друг против друга, так Бог поступил и с этим человеком. Если, говорит, согрешит против тебя, брат твой, иди обличи его между тобой и им одним. Так обличил Бога и этого царя. Христос продолжает. И если тебя не послушают, то будет как язычник и мытарь. Но Бог по своему человеколюбию, превышая собственные законы, и тогда не поразил его, не отверг его, ослушавшегося и вознегодовавшего, но опять обратился к нему и научил таким способом, который служил более к исправлению, нежели к наказанию. Он не послал молнии свыше, не сжег бесстыдной головы, а только вразумил проказою. Так было с Озией. Но я прибавлю еще только немного и окончу слово. Что же именно? То, о чем мы спрашивали выше вначале. Почему? Тогда как во внешних делах и в пророчествах все обыкновенно означает время жизни царей. Здесь пророк, опустив, это упоминает о времени смерти Озии, говоря так, в год смерти царя Озии. Тогда, как можно было означать время царствовавшего тогда государя, как было в обыкновении у всех пророков, он не сделал этого. Почему же не сделал? Был древний закон изгонять прокаженного из города, чтобы и живущее в городе сделалось лучшими. И сам он не был предметом шуток и посмеяния для желающих оскорблять его, но чтобы оставаясь вне города, он имел уединение, завесу и несчастье. Тому же должен был подвергнуться и этот царь после проказа. Но он не подвергся, так как жители города боялись его по причине власти его, а жил тайно в своем доме. Это прогневало Бога и прекратило пророчество, как случилось и при Лии. Глагол Господень был несчастлив в те дни и не было видения посылаемое. Но ты посмотри здесь на человеколюбие Божие. Он не разрушил города и не погубил жителей, но как друзья поступают с равными и им оставаясь в молчании, когда имеют право укорять их в чем-нибудь, так и Бог поступил с народом, который достоин был большего наказания и мучения. Я, говорит он, изгнал его из святилища, а вы не изгнали его из города. Я, связав его проказы, сделал его частным человеком, а вы и тогда не ободрились, но осужденного мною не решились выгнать из города. Какой царь мог бы спокойно перенести это и не разрушил бы города до основания, видя, что тот, кому повеленно переселиться за пределы, остается в городе? Но Бог не сделал этого, потому что Он – Бог, а не человек. Когда же царь умер, то с его жизнью Бог прекратил и гнев свой на них. Отверз двери пророчества, и оно опять возвратилось к ним. Но ты из этого способа примирения усматриваешь человеколюбие Божие. Если кто станет исследовать дело по справедливости, то выходит, что ему тогда не следовало примиряться. Почему? Потому что не их заслугой было изгнание Озии. Не они взявы изгнали его, но смерть, наступившая по закону природы, извергла его тогда из города. Но Бог не изыскателен к нам до такой степени. А желаю только одного – как бы примириться с нами? За все это будем благодарить Его и прославлять неизреченно Его человеколюбие, которого докажемся достойными все мы, благодатью и щедротами единородного Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь.